Всем привет! У нас сегодня хорошая погода. Это значит, я хочу погулять с Сабиной. Смотрите, у меня так от жалюзи тень. Я как будто тигрица-левица. Идёт, идёт. Моя тигрица-левица там пьёт воду и на себя вот так вот выливает. Не понимаю, что за прикол. Она вот любит так делать. В общем, сейчас покормлю Сабину. Я себе маски заказала. Сделаю маску и буду собираться и поедем погулять. Вот такие вот тканевые маски. Здесь три в одном. Получается умывашка, эссенция и сама маска. Вот так вот она выглядит. Здесь какой-то QR-код. Что-то я его сделала и там ошибка выдаётся. Не знаю, что вот это такое. Вот. Испробуем новенькую масочку. Так, сейчас мы... Первый тэп, первый шаг это умывашка. Всё, я вот её тут оторвала. Выдаливаю. Пахнет приятно. Очень такой ненавязчивый запах. Реально классно пахнет. Как-нибудь здесь в дуличку. И видите с вами, насколько откровенно, что вот с таким напухшим носом. Вот так. Максимум откровенно все. Она такая прозрачная. Эссенцию нам смывать не надо. Она не очень приятно пахнет. Как бы запах... Сейчас вообще нету запаха. Вот когда ты подамазила, был запах. А сейчас вообще запах нет. Сама, собственно, маска. Руки, потому что в эссенции, открыть не могу. Немножечко. Ой, маска чёрная. Маска чёрная. Буду я. Ну и маска тоже. Знаете, вот умывашка приятно пахнет. Маска тоже как бы такой запах еле-еле. Не знаю, почему я вот так показала. Наверное, я вот так хотела. Так. Ну всё. Красотка. Конечно, красотка. Мама. Сабинка. Пребывает в шоке. Давайте. Ну. Мама красивая? Мама красивая? Вот смотрите, одела новые вещи. Вот эту толстовку я одела под низ этой жилетки. Но это старая. Вверх новый. Вот так вот. Вот такая вот. И ещё у неё есть жилетка. Сабина, не надо трогать дверь. Ещё у неё есть жилетка тоже наверх. Тёплая. Сабиня забыла одеть этот воротничок-слюнявчик. У неё отсутки слюни текут. Возвращаться что-то уже не хочется. Пусти себе на там машину. Нет, пойдём туда. Видите, как с открытой дверью посылки возят. Здесь спускайся. Вот здесь. Иди к маме. Молодец, сама спустилась. Удачи, давай всё-таки жилеточку оденем тебе. Смотрите, у нас тут такое дерево. Это что, рябина? Что это за какие-то ягодки? Красивые. Сабиной, вернее, поеду с Сабиной, погуляя около речки. Давно мы там не гуляли. И решила, чтобы не терять время, заказала себе бургер сейчас в Макдональдсе. Вот что уже мне должны отдать. Я оплатила. Там, блин, название бургера такое интересное. Я его... Там цифры, я не знала, как сказать. 1955, либо 1955. В итоге мне вообще она сказала 1,955. Поэтому, в общем, заказала себе сет. Сейчас, наверное, по дороге буду его есть. Вот, и поедем около речушки погуляем. Ну всё, сейчас остановилась. Собинила картошечку. Едем дальше. Приехали и Сабина ушнула. Сейчас я доем и положу её в коляску. И пойдём погуляем. Думаю, на свежем воздухе тоже. Сон будет очень хороший. Вот такой вот аппетитненький бургер я кушаю. Ехали. Правда, немножко я припарковалась не там, где мы обычно паркуемся. Я что-то перепутала. Придётся идти нам. Где детская площадка. Но Сабина всё равно спит. На улице-то хорошо. Смотрите, уточки там. Сейчас вам покажу. Сидят, греются. Вон они спят. Водичка такая чистая-чистая. Прозрачная. Путички поют. Дочка тряхнет. Пойдём мы к площадке. Надеюсь, что я в ту сторону иду, потому что можно было ещё в ту сторону идти. Но, наверное, нет. Я думаю, что мы на правильном пути. Вот так дом новый строят. Аппат, наверное, такая одинокая вышка. У нас, как видите, ещё зелёненькая всё. Но здесь зелёненькая. Местами уже, конечно, деревья поменяли цвет. Начинается красота. В городе, где есть речушка, есть вот такая вот тоже около неё дорожка, что люди могут ходить, гулять. В Корее это как бы очень развито. Что люди просто гуляют, занимаются так спортом. Смотрите, она кажется такой гладкой, что если её потрогаешь, что она прям гладенькая-гладенькая водичка. Это вообще прям аж покупаться там захотелось. Я в детстве, когда была у бабушки в деревне, мы с друзьями ходили, знаете, на вот такую вот речушку. Делали запруду из камней, в этой переплюйке купались. Сейчас мы её называли переплюйкой. В штабе какой-нибудь там тоже построим рядышком. И купались, ходили на речку. Еду с собой брали. Блин, вообще, у меня такое было классное детство. Вот я вспоминаю, было так весело, так круто. Я очень скучаю по своему детству. Здесь кафешечка, можно кофе попить, посидеть. Но там с коляской я вроде как не поднимусь, потому что там лестница. Поэтому мы идём дальше. Ну, типа, я сейчас кока-колу выпила с бургером. Поэтому пока не до кофе. Мы занимаемся спортом и сжигаем калории, которые наели. Здесь у нас такие беседочки. Можно посидеть. Но мы садиться не будем. Почему-то так мало сегодня. Там ни единого ребёнка. Там только катаются на самокате. Кстати, у Сабины появился уже интерес к самокату. Думаю, скоро можно будет покупать. Здесь у нас рыбки плавают. Видно вам? Вот они там. Кучкуются. Можно было ловить здесь рыбу. Но сейчас там висит объявление, что рыбу ловить нельзя до конца октября. Моя девчонка такая, руки закинула за голову. Ноги в стороны. Лежит, кайфует, кайфушница. Проснулась. Значит, пойдём на площадку. И так солнышко светит, поэтому смотрит вбок. Я что-то ей кепку не взяла. Не подумала, мать, совсем. Доча! Нравится тебе на площадке? А? Малышка. На качельке пойдём кататься? Или куда-то? Всё, лестницу увидела. На лестницу надо. Ну, там горка такая, дочь, дерзкая. Высокая. Вон, пацан, иди с пацаном пообщайся. Аккуратно, аккуратно. Ты сама сможешь слезть? Ой, нога, нога, нога. Кататься хочешь на этой качельке? Да пойдём погуляем. Мы же на ней прокатились сейчас. Нашла, что пониже. Докуда дотронуться может. На речку смотрит. Мы погуляли около той речушки. Сейчас думаю съездить, купить кофе, там террасы, чтобы Сабина там погуляла. Мне так хочется, чтобы она играла с детишками. Но, я не знаю, как-то почему-то детей так мало гуляет. Может быть, мне надо её уже в садик отдать. Хотя, вроде бы, она ещё такая маленькая для садика. Я не знаю. На другой стороне, мне так хочется, чтобы она играла с детками. Чтобы она контактировала. Потому что семья у нас тоже. Да, ты да я, да мы с тобой. Мама, папа и всё. И мне, короче, мне за Сабину так обидно, что у неё нет... Я вроде бы уже говорила, что у неё нет ни бабушки, блин, ни дедушки. Они все есть, но, с другой стороны, их нет. Поэтому, короче, мне прям как-то грустно. И хочется, чтобы она контактировала с другими людьми. Уезжаем к дому. У нас тут школа рядом, видите, корейские школьники. И тут кафе обломилось. Сабина уснула, поэтому я сейчас её отвезу домой. И, наверное, сама поеду в магазин. В общем, я оставила Сабину с папой. И решила одна поедать сейчас. Выпью кофе, посижу. Вот, а потом поеду за продуктами. Конечно же, обязательно масочка. Куда же без неё. Открыли новый Старбакс. Старбакс. Кто как говорит. Выпьем здесь кофеечко. Посмотрим. Кружки здесь. Ой, смотрите. Хэллоуин. Прикольно, милашки. Какая кружечка. Тыковка. Ой, вот это, посмотрите. Это что такое вообще? Она такая резиновая. Классно. Мне кажется, на подарки вообще очень миленько. Прикольно. Здесь что-то, типа, такая, я не знаю, держать. Классно. Ну, честно, мне вот классическое нравится больше вот в такой расцветке. Зелёно-белой. Классика. Ой, вот эта красивая кружка. С десертом тут что-то не так уж и много по еде. Может быть, всё раскупили. Класски. Это я себе заказала. Американо, медиум-сайд. Посмотрите, размер этой кружки. Она огромная. Не думала, что она будет такая большая. Буду точно наслаждаться. Заказала горячий, потому что уже на улице прохладно. Поэтому горячий буду пить. Так, посмотрим. О, здесь так прикольненько. Где присесть мне? Одинокой, одиночке. Буду смотреть на дорогу. Здесь так неплохо. Мне нравится. Здесь те панорамные окна. Хорошо. Так, завтра возвращается моя Настя с России. Вот, поеду её встречать. Она на пароме возвращается. Поэтому завтра мне будут в гости. Всё, я приехала в магазин. Сейчас на парковку заезжаю. В кафешке посидела. Позвонила подружке. Разговаривала по телефону с ней долго. Так, ладно, на крыше припаркуемся. Так много товаров со скидкой. В карете, кстати, вы знаете, покупаю, допустим, если вы на упавку, то не одну упаковку, а сразу несколько. Здесь вообще один плюс один получается шесть. Вот эти вот три и вот эти шесть. Будет стоить, ну, почти одиннадцать. Врач, они сразу покупают либо большого объёма, либо несколько штук. Мы, кстати, вот такой вот покупали спиральный порошок недавно. Вот цена 3,2 литра. И, кстати, у нас в седу приклеен вот такой вот маленький. Выгодно покупать, когда в большом количестве. На Хэллоуин тут уже мармеладки. Нужно взять молоко. Всегда смотрю на дату. И беру не первые, а смотрю, так, это до какого? До двадцать первого, а здесь до девятнадцатого. Поэтому я всегда... Это меня так Индэ научил. Ну, я как бы, в принципе, так знала, но он меня прям до привычки научил, что надо всегда смотреть на дату и брать что подольше. Привет! Много всякой разной лапши. Она так аппетитно выглядит. Кажется, всё так вкусно. Супы. Готовые супчики. Я уже потихо голодная. Не знаю, что. Что купить? Ну, вернее, я знаю, что я буду есть, но не знаю, что ещё купить. Так, здесь... А, но вопрос в том, что мы часто кушаем булочки. Ну, Сабина любит, но я не сказала, что мы прям часто. Может, на видео так кажется, что постоянно. Или часто. Часнее, чем другие. Вот хлеб. Надо посмотреть, да, туда какого. У нас свинина. Ну, а нам надо посмотреть в рыбном отделе, что там. Что мы сегодня хотим поесть сашими. Поэтому пойдём туда посмотрим, если что, вернёмся к мясу. Ах, что-то там как будто ничего нету. Ну, капец. Просто лосося нет. Есть только вот так вот в наборе. Я хотела поесть лосось. В чём дело? Кто забрал? Это вот креветки, сыры. Здесь морепродукты. Рыбка. Ну, вообще нет. Смотрите, какая рыбка красивая. Кат. Вот это вот рыба. И там камбала. Взяла креветки вот эти вот без головы. Здесь тоже креветки толще. Здесь вот их больше, чем которые я взяла. Но вот мои, я знаю, уже вкусные. А стоимость у них почти одинаковая. Ну, не, наверное, всё-таки оставлю те, которые я взяла. Они вкусные. Сегодня вторник, а магазин какой-то по продуктам пустой. Ничего такого вкусного нет. Надо с Абиней купить какие-нибудь фрукты. Не знаю, что ей купить. Бананы просто такие одинокие-одиночки зелёные. Мне ещё грудку. Смотрите, какие омары тут. Ну, они, кстати, небольшие, мелкие. Как-то я видела здесь вообще огромного ракушки. Гребешок. Маленькие. Суповые такие наборы. Можешь их купить. Хотела салат, грудка, ананасы и грецкий орех. Что там ещё? Едёт яйцо, сыр. Грецкого ореха у меня нет дома. Поэтому как-нибудь на днях сделаю. Не знаю, о чём мне захотелось этот салат. Это всё. Заедем на другой магазин ещё. Там, наверное, будет докупить. Так, вот в Тетрис поиграла. Вот такая коробочка у меня получилась. Ничего не купила. 86 тысяч заплатила. У нас уже так рано темнеет. 7 часов. Всё, ночь. Ну, и то это как бы даже не всем. А в полседьмого, наверное, вот уже прям темень. Всё. Зима, что ли, наступила? Кстати, у вас во сколько темнеет? Расскажите мне ваши города. Я поговорила с подругой. У неё тоже ребёнок есть. Девочка. Два с половиной года ей. И по поводу садика с ней посоветовалась. И да, думаю, наверное, Сабинку вот уже надо давать сад. Потому что я вообще, я не знаю, чувствую перед ней, у меня какое-то чувство вины перед своим ребёнком. Мне кажется постоянно, что ей скучно, что ей надо давать больше, что ей нужно развитие. И что я этого ей не даю. Ну, не знаю, у меня какая-то это паранойя. И мне так за неё обидно, что у неё так мало общения. Не перебивай меня. Короче, мне за неё видно, что у неё мало общения. И прям, короче, это какой-то груз у меня такой на душе вообще. Мне кажется, я на эту тему и разреветься могу. Так, приехала я во второй магазин. Здесь надо Сабине купить памти или как они называются. Ну-ка. Блин, лучше бы я, наверное, здесь рыбу купила. Тунец. Ну, ладно уже. Купила. Так. Или виноград Сабине купить. Ну, мне кажется, она его что-то уже часто мы ели виноград. У нас хоть сейчас сезон мандаринов. Так, ладно. Видите, как красиво зелень уложена. Такая аппетитненькая. За вот этим вот я сюда и пришла. Сабина их любит. Вот такая вот рыбка сегодня у нас на ужин. Моя красненькая. Но это я еще купила дополнительно белую. Ой, давно я не ела. Сабинька кушает макароны с маслом и с курицей. Доча. Вкусно? Ну, что ты вправо держишь вилку и левой рукой кушаешь? Ей полюбились макарошки. Раньше как-то я ее готовила, а она не ела. А сейчас ей нравится. Предложила ей чук. Это такой, знаете, разваренный рис с мясом. Потом предложила супчик. У меня рыбный был. Ничего не хочет. Вот макароны сварила, макароны ест. А то со слезами прям вообще не хотела. Или она натыкает на вилку, с вилки снимает и ест все равно рукой. Ой, ньом, 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 ньом.